Городец стал местом проведения выездного заседания Попечистского совета Фонда развития народных художественных промыслов Нижегородской области. На сегодняшний день в регионе сосредоточено 30% всех промыслов России. Тема их сохранения и развития стала главной на расширенной встрече, в которой приняли участие члены Совета представителей регионального правительства, руководители предприятий, выпускающих изделий народных промыслов. Городец выбран для заседания не случайно, поскольку здесь развито не только наибольшее количество промыслов Нижегородчины, но и существует преемственность поколения народных умельцев. Гости посетили туристический комплекс «Город мастеров», где уже несколько лет реализуются проекты по обучению школьников, азам гончарного искусства, ленинные игрушки, лозоплетения и городецкой росписи, которые также обучаются и воспитанники детской художественной школы. Сегодня очень важно, чтобы преемственность присутствовала сегодня везде. А в некоторых случаях порой, конечно, у нас утрачивается, забывается это искусство, и передавать порой некому, и учить-то некого. Но та система, которая сегодня здесь работает, она показательная, такой пример для всех других территорий. Вот всего изо всех регионов Российской Федерации художественные промыслы исчезли совсем половине. Вот такая трагедия. Но, к нашей радости, Нижегородская область – это единственный регион России, который не утратил ни одного промысла. У нас есть снижение, у нас есть снижение количества работающих, у нас есть снижение по производству, реализации. Это везде происходит, к сожалению. Но мы не потеряли ни одного, и наша задача сейчас их развивать. Кроме всех мер поддержки, которые уже осуществляет областное правительство для развития народных ремесел, было решено расширить круг структур, сотрудничающих с Фондом развития НХП. В связи с чем заседание застояло торжественное подписание соглашений о взаимодействии фонда с областным министерством культуры и молодежным парламентом при законодательном собрании региона. Рассчитываем на то, что при их активном участии, с их инициативами мы продолжим эту очень важную работу в молодежной среде с целью популяризации, развития, сохранения культурно-нравственных традиций. Мы уже до этого подписали соглашение с торговой палатой, с университетом Лобачевского, с строительным архитектурным университетом, а сегодня, как я сказал, с министерством культуры, с молодежным парламентом. Следующий совет у нас мы подписываем соглашение с общественной палатой, с педагогическим университетом, с графическим обществом. И вот когда такая солидарность, когда мы все вместе, вот тогда мы промыслы не потеряем. Также в ходе выездного заседания его участники обсудили перспективы работы фонда на 2016 год. Среди мероприятий создание Совета молодых специалистов народных промыслов, различные акции и праздники по популяризации народного искусства, а также взаимодействия с учебными заведениями, специализирующимися в этой сфере. К примеру, в Нижегородском архитектурно-строительном университете, единственном вузе России, где готовят специалистов по НХП, на кафедре культурологии и дизайна в новом учебном году впервые будет выделено 21 бюджетное место.